Фу, блин, как жарко. Ребят, пришла домой с улицы, сейчас буду переодеваться, вот. Хотела сказать такой момент. Открываю, короче, я Дарью Трегубову. Вы знаете, я слежу за событиями войны в Украине, потому что я сама украинка. У меня очень много родственников в данный момент в Украине находится. У меня папа находится в Донецке, в ДНР нынешнем, вот. Вот, и я очень переживала, потому что я сама не один год жила в условиях войны. И, скорее бы, уже вся эта история закончилась. Я уже рассказывала, в принципе, какую сторону я поддерживаю и так далее, вот. Я рассказывала, помогаю, не помогаю, что делаю вообще, как делаю, уже было посвящено этому видео. Я хочу сказать такой момент. Так неприятно стало. Зашла на страницу, значит, Дарьи Трегубовой. И у нее, значит, написано, она сняла видео на английском языке с субтитрами, где она рассказывает о том, почему 8 лет типа получали по поводу событий на Донбассе. Я не стала, если честно, прям вот просматривать это видео, но у нее после него была фотография, типа, что за 8 лет, ну, типа, знаете, Донбасс, там, русские говорят, что 8 лет Донецк бомбила ВСУ. Вот. И вот она скидывает фотографию, мол, так и так. Вот, типа, как выглядит Донецк после 8 лет бомбежек Украиной. И типа, как выглядит Харьков после, там, 4 дней бомбежек Россией. Мне так, знаете, понравилось в кавычках. Она выложила фотографию Донецка. Я не знаю, довоенного или нет, но Харьков не весь разбомбили. Она выложила фотографию последствий бомбежек в Харькове, и она выложила нормально такой цветущий город Донецк, да. А почему ты не выложила фотографии, где в Донецке разбомбили? Где в Донецке разбомбили, например, на полиграфическое полностью нахрен все здание, которое принадлежало там, были различные газеты, журналисты там работали, сидели. Почему не это здание? Почему не здание аэропорта? Почему не здание девятиэтажки на взлетное, например? И так далее и тому подобное. Мне вот очень сильно интересно. Вот. Почему, например, не девятиэтажку, которая находится в районе машзаводов, есть синоваты, которую нахрен разбомбили, там целый стояк вот так упал. Почему не заводы, которые нахрен разбомбили, они теперь вообще не работают? Хоть кто до половины завода, где осталось, знаете, там частично работал, да. То есть та часть, которую не разбомбили совсем, Драбадан. Кто вообще перестал работать, обанкротился, там и все такое, да, это самое. И сказали, что проще вообще закрыть нахрен и сравнять с землей эти места, где эти заводы находятся. И вообще открыть новые заводы, то есть построить новые заводы, чем восстанавливать разрушенно. То есть работала та часть, вот машзавод ясиноватский, там очень много разбомбленного. Ну, не полностью разбомбленный, потому частично он все равно работал. Вот. И так далее и тому подобное. То есть мне так нравится, она выложила сравнение Донецка, как цветущего города, фотографию, и она выложила фотографию Харькова, последствия бомбежки. Не, ну ты тогда выкладывай, и в Донецке тоже последствия бомбежки, как выглядят. Но это некрасиво, выкладывать фотографии, вот, ну, несопоставимые. То есть, понимаете, это вот глупое сравнение, но все-таки это то же самое, если взять, например, фотки двух девушек и написать, это я такая красотка, да, и там при полном параде девушка, а это типа твоя новая девушка такая страшная, да, и там девчонку, которая там отекла с утра, там, да, только проснулась недавно. И, конечно, если как бы не оценивать там вкусовщину, да, а оценивать объективно, кто из них лучше выглядит, то понятно, что будут выглядеть, да, которые при полном параде. Вот и здесь зачем выкладывать фотографию города, который нормально вот выглядит, да, место. Он же не, ну, понятно, что Донецк же не весь разбомбленный, его же не весь сравняли с землей. Но аэропорт разбомбленный, весь район, который находится в районе аэропорта, тоже разбомбленный. Улица Взлетная, там находилась девятиэтажка, она тоже разбомблена. У нас там по Бабушкино очень много домов ясеновато разбомбленных. Постоянно идут бои, не буду уточнять, где это самое, но тоже недалеко совсем от тех мест, где у нас там квартира, дом и так далее. Я не буду уточнять, где я не хочу, вот, но там недалеко находится город Авдеевка. Я просто не хочу уточнять, где там идут бои, вот, но кто местный, он прекрасно и так без меня это знает. Вот, просто очень странное сравнение, очень как-то, это необъективно, это реально необъективно. Мне она казалась, девочка, объективная, но тут она прям зашкварничает, вот, прям, ну, вообще, чересчур. Продолжение следует...